Алоха, друзья. С вами бывалый путешественник Андрей. У меня с моей большой семьей предстоит перелет, точнее, 2 длительных перелета. В общем, сложности в дороге будем находиться в сутки. Так у меня происходит очень часто в году, поэтому я решил сделать полезное видео, в котором расскажу вам, как же более комфортно переносить длительные перелеты, чего делать, чтобы, когда вы прилетаете, были менее опухшими, меньше болела голова, и, в принципе, вы были более продуктивными уже в том месте, куда вы прилетели. Не забываем подписываться внизу. Если у вас есть какие-то свои советы либо опыт, добавляйте обязательно в комментариях. Ну что, погнали слушать советики. Выбор места – это, наверное, одно из самых главных критериев. Итак, здесь история следующая. Когда вы покупаете билет, находить билеты дешевые я рекомендую на сайте tripadream.com. Я являюсь основателем этого сервиса. Так вот, когда вы купили свой билет, вы можете себе сразу, очень часто, на сайте авиакомпании выбрать и место. Выбирайте себе место еще до чкина, потому что это место сможет быть уже вашим, и иногда за хорошие места нужно заплачивать. Я рекомендую заплачивать за хорошие места. Единственное, что учтите – хорошие места – это места в аварийном ряду. Только там, где нет туалета. Например, у Delta есть эконом-комфорт. Там, где на 10 сантиметров больше расстояние между спинками сидений. Такое есть у каждой авиакомпании, но все это стоит денег. Так вот, когда выбираете места, даже если вы за них платите, учтите, что в аварийном ряду не всегда комфортно сидеть. Первый аварийный ряд – спинки у него чаще всего не откидываются. Поэтому я рекомендую брать себе второй аварийный ряд – ТАРАСС. Второе – обратите внимание, что места возле кухни и места возле туалетов очень шумные. Там постоянно будут толпы народа, постоянно будет какая-то суматоха. И если вы заходите поспать либо отвлечься, вас все время будут отвлекать. Поэтому их лучше не выбирать. Я предпочитаю места в проходе. Почему? Потому что можно всегда легко встать, мне нужно никого для этого поднимать. Например, мы сейчас летим, у нас в каждом ряду по 3 человека. Если бы я летел бы там, у самолета, мне нужно было поднять эту тетю, которая уже спит, и вторую тетю, которая уже тоже хочет спать. Если мне хочется вставать каждые полчаса, то они меня просто, наверное, очень сильно полюбят. Друзья, если вас укачивает, то не выбирайте места в конце самолета. И в середине там укачивайте еще больше. Также, если вы выберете место возле окна, то сам этот вид тоже будет вас укачивать. Если все это не помогает, то алкоголь вам не в помощь точно. Лучше возьмите с собой таблетку от укачивания. Есть такие. Если нарушите, что побочный эффект у этих таблеток, то что вы будете спать, и когда прилетите, будете еще очень долго сонным. Я иногда такие принимаю для того, чтобы поспать в самолете. Но потом не очень комфортное состояние. Я придумал для себя в такивительных перелетах так называемую travel-йогу. Обычно ухожу в конец борта, там разрешают постоять, и просто там уже себе делаю свои какие-то занятия, разменяюсь для того, чтобы циркулировала более-менее нормально кровь по организму. Старайтесь меньше сидеть. Чем больше вы сидите, тем больше вы напрягаете то место, на котором сидите. А поверьте, чем вы старше, тем больше это место будет давать о себе знать. Также очень важно, и я предпочитаю выбирать те рейсы, на которых я могу нормально выспаться. Если вы не спите на самолете, возьмите с собой, возможно, какое-то снотворное, либо выпейте 200 вискаря где-нибудь в Лондон. Но выбирайте те рейсы, которые вам позволяют по прилету чувствовать себя более комфортно. Я, например, когда летаю в Штаты, я лучше полечу днем, но не ночью. Потому что ночные рейсы вообще терпеть не могу. Ночью летишь, утром рано встаешь, не спишь, прилетаешь, не спишь. С пересадками. В общем, когда прилетаешь на место, есть такое понятие, как jet lag. Jet lag это та история, когда вы прилетаете, а у вас разница во времени с вашим родным городом существенная. И вам все время либо хочется спать, либо, когда нужно спать, вам просто не хочется спать. Подбирайте удобные для себя по своей экосистеме рейсы. Также очень важно выбирать себе правильную авиакомпанию. Лучше она будет стоить на 10% дороже, но вы будете лететь с большим комфортом. Поэтому рейтинги, отзывы об авиакомпаниях можете также посмотреть на сайте. В Dream My Dream у нас есть и рейтинги, и отзывы, и информация о ширине кресла, и расстоянии между креслами, как кормят. В общем, вся полезная для путешественников информация. Если у вас есть какая-то своя информация, обязательно напишите. Вон там, внизу, в комментариях. Буду за это вам благодарен, друзья. Также важно ваше путешествие начинать комфортно и не тратить много времени в аэропорту. В принципе, если вы ждете свой рейс где-нибудь, например, в Киеве, провести это время с удобством. Я обычно беру еще с собой волшебную карту Мастеркард вместе с Телебанком, которая позволяет мне быстро проходить фастлайне, стоять в очереди, проходить быстро паспорт и контроль, а также 3 часа бесплатно наслаждаться бизнес-лаунжем, будучи пассажиром эконом-класса вместе с моими детьми. Кстати говоря, эта карта позволяет еще и заходить в бизнес-лаунжи не только в Киеве, а еще в 9 других аэропортах мира. Я покажу на экране, в Киеве можно заходить. Также можете взять с собой Priority Pass, который тоже позволяет заходить во многие бизнес-лаунжи при пересадке. Если у вас длительная пересадка, просто заходите, пассите в основном 27 долларов и сидите себе в каком-нибудь бизнес-лаунже. Если вы летите куда-то с длительной пересадкой, например, больше, чем 8 часов, либо бывают сутки, то многие авиакомпании делают промо-акции, когда разрешают вам остановиться бесплатно, например, в 5-звездочном отеле в Дохе, либо получить бесплатную экскурсию. Это работает не только в Дохе, это работает еще в Сингапуре и в Стамбуле. Поэтому, если у вас длительная пересадка, заранее узнаете. Возможно, авиакомпания подготовила вам какой-нибудь приятный сюрприз. Воспользуйтесь им обязательно. Что взять с собой? Еда. Еда – второй важный вкус. На борту, на длинных перелетах чаще всего кормят, одно, потому как в воздухе мы, у нас вкусовые рецепторы работают на 30% меньше, авиакомпании пытаются это победить и все чаще кладут больше соли и других специй в еду. Поэтому ваш организм этому не особо порадуется, и еще больше будете обезвоживаться. Поэтому лучше запаситесь своей едой, возьмите то, что вы сами любите, и спокойно себе это кушайте. Обязательно, если вы хотите кушать на борту что-нибудь кошерное, либо вегетарианское, венганское, вы можете спокойно заказать это заранее, только заранее на сайте авиакомпании. Я обычно так и поступаю. Я веган, и мне обычно приносят просто какие-то фрукты, точно без соли. Я всегда вожу и свои продукты. А дети так вообще никогда не кушают то, что дают на борту. Мы берем им всегда свою еду. Обязательно пейте как можно больше воды, потому что идет сильное обезвоживание во время полета. Поэтому нужно организм восстанавливать водой. Учтите, что на каждые 30 кг вашего веса нужно, в принципе, в стандартном день выпивать не меньше 1 литра воды. Кофе и чай вводят воду из организма. Поэтому чем больше кофе и чая вы пьете, тем больше вы обезвоживаете свой организм. Не забывайте пить максимально больше воды во время полета. Это полезно для организма. Не только на суше, но особенно, когда вы летите. На борту всегда выдают какие-нибудь тревел-наборы. Чаще всего в эти тревел-наборы входит простая подушка, которую вы можете положить под голову. Покрывало, которым можете укрыться, если вам холодно. Также набор, в котором есть зубная паста, щетка, беруши и такая штучка, которыми закрываются глаза, чтобы вам не светило из окна. Но я всегда с собой беру свою подушку на удобнее. Я беру с собой свой тревел-набор, в который также входит определенная косметика. Потому что, когда вы летите за долгий перелет, ваша кожа просто очень сильно сушится, очень сухой здесь воздух. То есть у меня есть определенный крем, который ухаживает за моим лицом. Дальше я беру с собой обязательно капли в нос, потому что нос закладывает и тоже нужно его увлажнять и просто закапывать, чтобы прочистить. И также я беру с собой обязательно капли в глаза, потому что здесь постоянно работают разные кондиционеры, ветра туда-сюда дуются. И у меня очень часто по приноту уже сильно брят глаза. Поэтому я время от времени просто закапываю, и меня это спасает. Возьмите с собой обязательно удобную одежду. Удобная одежда – это не значит красивый смокинг, в котором вы обычно ходите на приемы, либо каблуки и вечерние платы. Удобная одежда для меня – это чаще всего какие-то спортивные штаны, либо шорты. Удобная футболка, которую можно переодеть, которая не сильно пачкается. Также возьмите с собой определенную сменную одежду. Если вы прилетаете в сторону, где жарко, либо холодно, вам захочется одеться, либо переодеться. Также для того, чтобы меньше отекать, я беру с собой либо компрессионные лосины, либо компрессионные гетры. Они позволяют мне меньше отекать, и в прилетах у меня нет таких вот пальцев, с которых не можешь снять свое кольцо. И твои ноги влазят не только в твои красотки, а еще и в твои носки. Потому что иногда ты просто не помещаешься. Хороший способ уйти, если вы уже сильно отекли. Мне очень помогает просто качественный массаж с лимфодренажем. Приезжаете, идете на 2-часовой массаж, вы там можете а поспать, b отключиться, b вам сделают лимфодренаж, разгонят кровь, и этот джет-лэд немного снимается, и ваша отечность тоже постепенно уходит. К одежде еще можно отнести теплую одежду. Да, вам кажется, что вы летите из, не знаю, своей теплой страны куда-нибудь в Азию, но на борту постоянно работают кондиционеры, и температура часто держится на уровне 19 градусов по Цельсию. Вот. Поэтому здесь просто все замерзают. Поэтому позаботьтесь, поэтому позаботьтесь о себе и возьмите с собой ту одежду, которая вам будет лететься комфортно. Развлечения на борту, значит, развлечений на борту чаще всего более чем достаточно. Есть мультимедийные экраны, в которых есть мультики, фильмы, передачи, игры. Я иногда их смотрю, но учтите, что процентов 80 из них будет не на вашем родном языке. Если вы знаете английский язык, то вам повезло. Если вы знаете, например, только русский, то лучше закачать свои фильмы, мультики, остальные истории в свой iPad либо в свой компьютер и уже на борту смотреть. Ведь очень часто в большинстве авиакомпании на борту есть Wi-Fi, он обычно платный. Поэтому вы сможете им точно так же на борту пользоваться. Но он не особо скоростной, поэтому какие-то файлы закачивать у вас не получится. Также учтите, что алкоголь на борту, может быть, заходит хорошо, но когда вы прилетаете на суше, его последствия чувствуются очень существенными. Поэтому лучше не пейте ни до, ни во время. Если уж сильно хочется выпить, то выпейте уже по прилету, когда вы прилетите. Если у вас длительный перерет с детьми, то посмотрите. У меня есть отдельное видео, в котором я рассказываю о том, как удобнее и комфортнее летать с детьми. Я со своими детьми, которым 1, 3 года, 2, 8 лет. На самом деле скоро будет 9, 4. Они уже вместе налетали более 100 полетов по всему миру. Также рекомендую не забывать брать с собой медикаменты, потому что у вас может разболеться голова, либо что-то еще произойти. Лучше их всегда с собой иметь. Если вы летите куда-то по бизнесу, то лучше полететь на день раньше, чтобы прилететь в ваше место назначения, отоспаться и уже появляться в бизнес-встречи. Я, например, когда летаю в Америку, то именно так и поступаю. Лечу себе раньше, в день сплю, а потом провожу нормальные встречи. Потому что если вы прилетели, и у вас сразу встреча, либо встреча на следующий день, и вы не выспались, то это будет не особо продуктивно. Брум-брум-брум-брум-брум-брум. А еще не стесняйтесь у сотрудников авиакомпании прямо на борту спрашивать о букгрейде. Меня в 10% случаев пересаживают в бизнес-класс бесплатно. Правда. Сегодня попросил, сегодня у нас летит 5-е. Вся моя тревел-семья, мой тревел-кохоз у нас не пересадили. Летим себе обычно в 17-м ряду. Вот так. Также учтите, что летит у вас, наверное, человек в 300 обычно. Люди все очень разные, реагируют на ваше поведение по-разному. Поэтому просто запаситесь терпением, пониманием, спокойствием. Введите себе в свой мир. Не обращайте на них внимания. Если они агрессивные, и также познакомьтесь, поболтайте с ними, если они вам интересны. Я очень часто знакомлюсь с ними, узнаю какие-нибудь интересные истории о тех людях, которые живут в разных странах. Завожу знакомства. Чаще всего это происходит не с тем, с кем ты сидишь, а вот туда уходишь, к контору, там, где кушать готовят. Стоишь, просто болтаешь о жизни. Со стертыми можешь поболтать. Итак, самое важное. Выбрать себе грамотное место, взять с собой все нужное в дорогу, собрать еду, комфортную одежду, взять с собой необходимые аксессуары, зарядки, если вам надо, книги, закачать себе фильмы, музыки на весь полет. Взять с собой приспособление, чтобы можно было удобно спать, закрывать уши от таких назойливых пассажиров, как я. Ну, и наоборот уже, в принципе, просто не паниковать. Друзья, это были советы, как переносить более комфортно длительные перелеты. С вами был бывалый путешественник Андрей. Мы полетели. Не забываем подписываться на канал. Если у вас есть свои советы, обязательно добавьте их, потому что меня смотрят десятки тысяч разных путешественников, для которых эти советы полезны. И ваши советы тоже будут полезны. Все, инвестируйте в свое время и деньги в путешествия. Пока!